Из книги «Открытым оком», том 6 вопрос, 1583 взаимоотношения. 1 Петра 3, 15. Господа Бога, светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ скротостью и благоговением. Можно ли на основании этого стиха, дабы не показаться дерзким, требовать отчета у священника, когда видишь, что дела его расходятся с Библией? Какие приблизительно вопросы можно задать, чтобы правильно определить позицию оппонента, а тем более претендующего на духовное руководство, по отношению к правильному исповеданию православной веры? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Здесь нет оговорки или комментария, что священник может меня расспрашивать о моем уповании. А я его не могу. Все мы братья, и этого разделения на мирян и клир Первоапостольская Церковь вообще не знала, хотя были и апостолы. Но все были братьями и сестрами. Это высшее звание во Христе Иисусе. Матфея 23, 8. А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все же вы братья. Апостол Павел исповедал не раз перед народом свою веру, и это не было ему в нарекание. 1 Коринфянам 15, 3. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию. 1 Иоанна 4, 1. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Вопрос об отношении оппонента к Священному Писанию, ставит ли он его на первое место. Если этого нет, то это волк, и притом лютый, и у него зубы волчьи, и хватка волчья, и риза на волчьем меху, и след его волчий. Деяние 20, 29, 30. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нещадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить привратно, дабы увлечь учеников за собою. И такие заслуживают только анафему, и ты отойди от них. Галатам 1, 8, 9. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Если же любит оппонент Слово Божие, то как он толкует его, по святым ли отцам или по глупости своей? Чтобы правильно вести с таким беседу, нужно прогнать его по самым простым, но спорным моментам, чтобы из него полезла мудрость патриархийная. И тогда уж наши книги вам незаменимыми помощниками будут. Для беседы нужны большие знания, любовь ко Христу и к Библии.